Добрый день, коллеги. Рада встрече с вами. Первый, можно сказать, в нынешнем учебном году, наступающем учебном году. Разделяю ваше волнение, разделяю ваш настрой на начало учебного года, на решение конкретных проблем, плановых задач и готовность быть гибкими в такое непростое время в условиях вот нашего нынешнего 2020 года. Спасибо вам за интерес к проблеме, к теме сегодняшнего семинара, вебинара. На самом деле 40 минут – это очень немного, но в соответствии с заявленным планом, в соответствии с заявленными аспектами проблемы, мы сегодня с вами 40-минутный наш разговор выстроим. Он адресован прежде всего учителям, которые принимают пятый класс в разных условиях. Большая страна, разница в ситуации и в организации школьного дела и очень разная в разных регионах. Нас сегодня с вами, судя по чату, немало, и география вот так немножечко ясна, да, от Мурманской области на севере, во все-таки кто обозначен. Вот, да, Донецкая область, смотрите, на юге, от Иркутской области до Выборга, в общем, посмотрела регионы. Мы начинаем, времени терять не будем. Так вот, на самом деле проблема снижения успешности в обучении, мотивации при переходе из начальной школы в среднюю школу, в основную школу, она была и остается одной из насущных проблем в российском и зарубежном образовании. И есть совершенно разные подходы к решению этой проблемы. Так вот, преемственность в советской, в российской педагогике, этот подход видится как наиболее эффективный. И если говорить о преемственности, если говорить о самом понятии, очень много определений. Ну, так, чтобы мы с вами говорили на одном языке, с понятия и начнем. Да, оно принадлежит вот определению академику Леонтьеву, наличие последовательной цепи учебных задач на все протяжение образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное объективное и субъективное продвижение учащихся вперед на каждом из этих отрезков времени. И преемственность – это непрерывность на границах различных этапов или форм обучения. И у нас будет интересовать сегодня переход из начальной школы в основную. То есть, в конечном счете, это единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы образования. То есть, обеспечение преемственности в обучении между ступенями всегда рассматривалось как условия повышения качества образования. Тема очень актуальна. И наверняка вы все участники этого процесса, у кого есть опыт работы в школе. Потому что во всех школах это отдельный аспект, отдельное вот такое вот направление заботы в организации школьной жизни. Существуют планы преемственности. И существует вы, наверное, так, как учителя, переработающие, готовые к приему пятых классов, были вовлечены в процесс взаимопосвещения уроков, когда начальная школа и средняя посещают уроки друг у друга. Смотрят вот на, как на личностные отношения с учетом личностных особенностей, так и на проблемы организации урока на каждой из этапов. Участвовали в совместных заседаниях медицинских объединений. То есть аспектов сотрудничества очень много. В период перехода в пятый класс рассматривается, ну, как кризис, как определенный кризисный этап. И он обозначен и в образовательных стандартах. И там пишется, что обеспечение единства образовательного пространства, так что преемственности основных образовательных программ, вот, и составляет задачи, составляет одну из необходимых задач школьной жизни. Итак, кризис. Вот психологу, известному психологу Галине Сукерман принадлежит вот такое определение, яркая, я хотела сказать, характеристика вот этого возраста ребятишек, которые к пятиклассникам, которые к вам придут. Этот возрастной интервал, воистину, ничья земля, периодизация психического развития. Потому что это и уже и не младший школьный возраст, и еще и не подростковый возраст. Ни те психологи, ни другие не в состоянии содержать на свою эту возрастную территорию. Потому что вот это, этот период, пятиклассники, это на уровне вот 10-11 лет, качественно отличаются от 8-9-летнего возраста сердцевины школьного детства и от 13-15-летнего возраста сердцевины отречества. В этот период происходит синхронизация двух кризисов. Образовательного кризиса, связанного с резкими внешними изменениями в укладе жизни школьников. А мы с вами понимаем, что весь этот кризис, истоки его, в резком изменении уклада школьной жизни. Переход к предметному обучению, кабинетной системе, к многообразию требований. Как бы мы об единстве не говорили, все равно это много учителей с разными стилями. Все вот это вот вызывает, да? И возрастного кризиса с существенными внутренними изменениями, которые приводят к распаду стоявшейся системы связи отношений человека с другими людьми. Вот, то есть мы с вами имеем вот такой непростой период. Но мы с вами сегодня будем говорить о том, что зависит от вас, от учителя, на уроке. Мы будем говорить с вами о преемственности на методическом уровне. Это честная связь вот следующих аспектов. Дидактического. Мы с вами сегодня будем говорить о преемственности содержания средств по уровню обучения. Психологического. А это не может не отразиться в организации урока. И методического, там, где мы с вами говорим, что мы должны при этом осваивать и продолжать освоение, да, подхода к максимально возможным достижениям всех трех групп образовательных результатов по области. Вот так мы сегодня построим наш разговор. И мы, естественно, совершенно имеем дело с ОМК английский фокусе. Хотя среди наших слушателей я знаю, что есть не только пользователи нашего ОМК, не только те, кто работают по английскому фокусе. Потому что можно это перенести, содержание нашей беседы, перенести и на почву работы с другим ОМК. Итак, наша цепочка ОМК английский фокусе, выстроенная со 2 по 11 класс. Мы знаем, что это Марпидевтика, есть 1 класс. Вот она включенная в федеральный перечень, она работает уже достаточно давно в нашем образовательном пространстве. Но и вы знаете, что одно из самых главных требований вот к ОМК при рассмотрении его на соответствие в ВОЗ, это внутри предметная преемственность, внутри курсовая преемственность. Вот мы сегодня ее тоже покажем. Как, в общем-то, у школьников сокращается вот это вот кризисное отношение, сокращается стресс при переходе в 5 класс при работе с нашим учебником. Потому что многие аспекты не только им знакомы, но и освоены ими. Итак, мы сегодня с вами будем говорить как про обучение, как про предметные результаты, так, не менее ответственно, ну, а может быть, еще и как новое, как все-таки еще не вошедшее в нашу практику широко о работе по достижению личностных и метапредметных результатов. То есть про то развитие, личностное развитие, о котором говорилось в наших определениях, говорится в конституции школьной жизни, в нашем стандарте, как о цели, о главной цели работы школы. Итак, посмотрим на основные характеристики курса. Вот они перед вами. Мы не будем читать все слайды. Вы их просматривайте. Тем более, вот факт того, что вам будет доступна презентация эта, может быть, меня немножечко успокоило, потому что я уже сделала материал, потом сокращала, и сокращала, и сокращала. 40 минут они совершенно не резиновые. Но я думаю, что все равно какие-то наличия этих слайдов, если вы будете потом по ним работать и вернете с ним, напомнит вам о содержании нашей беседы и о тех вещах, о которых мы только вскользь упомянули. И так, также остается совершенно интегрированное отношение к развитию коммуникативных умений, то есть аудирование, чтение, говорение и письмо идут вместе практически на каждом уроке. Аутентичность языковых материалов обеспечена тем, что это совместный продукт на издательство просвещения и британского издательства «Экспресс-паблишинг». То, что без современных технологий здесь не обойтись, и на сознательное, последовательное освоение этих технологий должны направлены быть ваши методические усилия, это совершенно очевидно. Включенность родного языка и культуры. Продолжается развитие этого аспекта, этой характеристики, начатой начальной школы. Система работы по формированию универсальных учебных действий, ценностных ориентаций, мы этого коснемся. Может быть, по важности, по значимости, это есть, есть, нет. Я смотрю, в чате написано, что нет звука. Это очень досадно. Я сейчас свяжусь с технической поддержкой. Извините, пожалуйста, секундочку. У меня техническая поддержка из просвещения. Так, нет звука? Нет звука. Пишу ей по ватсапу, Светлане. У кого-то есть звук? У кого-то есть. У кого-то есть. Так, уже есть. Уже есть. Уже есть. Хорошо. Хорошо. Продолжаем мы. Значит, посмотрите, пожалуйста. И, ну, и так вот. Значит, мы по важности, вот, работа по развитию личности ребенка, как обеспечивает ее учебник, потому что на него ориентируясь только, можно, можно достигать поставленных задач. Вот, по важности, может быть, вот этот путь должен был стоять, стоять и повыше. Давайте посмотрим на структуру учебника. Вот такая же модульная такая организация, модульная организация, она переносится, она свойственна и нашей, нашей ступеньке обучения. То есть, также модульная организация, причем первые три урока модуля A, B и C, разные подзаголовки имеет, да, и, например, первый модуль School Days, и урок первый A School, First Day урок B и Favorite Subject урок C. То есть, разные аспекты одной темы. И это здорово, потому что вы знаете, что перенос на личный опыт дает возможность выстроить обучение, сделать ему образование в полном смысле слова. То есть, развивать, чем больше мы касаемся личности ребенка в обучении, тем больше мы втягиваем его в урок и строим урок на основе его личных интересов, тем больше эффект от этого урока. И задачи развития мы можем ставить в соответствии с темой, об этом мы тоже будем дальше говорить. Если говорить о модульной странице, она также наличествует, и это не просто заголовок урока, это не просто содержание. У нас с вами не будет сегодня возможности говорить об этом подробно, когда мы будем говорить о универсальных учебных действиях, но именно модульная страница позволяет последовательно развивать умение ребенка в прогнозировании, планировании, развивать мотивацию. И вот эта работа с модульной страницей, она хорошо описана в книге для учителя и составляет, в общем-то, по времени, это 10 минут от силы работы на уроке, но это 10 модулей, значит, 10 раз по 10. Это система работы по развитию вот этих важных метапредметных умений, регулятивных универсальных учебных действий. На это следует обратить внимание. Дальше вы знаете, что разворот, урок-разворот был в начальной школе, и в средней школе так, но не везде. Мы вот с вами сейчас и пройдем одновременно по структуре модуля. Модульная страница вместе со страничкой прогресс-чек предыдущего модуля составляет урок первый. Вот урок A, третий модуль я взяла для примера, это второй урок. И здесь вы можете просмотреть, здесь вы видите тоже, все взаимосвязано. И обучение вокабуляру, и здесь же у нас идут все виды речевой деятельности, и чтение, и устная речь, и аудирование, и даже работа над произношением, что есть не в каждом уроке, произношение вместе с правилами чтения, и выход на письмо. Это урок 2, урок 2, второй урок. Третий B или любой B и C, продолжение дальше, соответственно, урок 3 и 4. Продолжается там же, продолжается развитие этой темы, темы жилища, разные аспекты. Тоже продолжается введение тематической лексики, введение и актуализация. Мы с вами скажем об этом, это не всегда введение новой лекции. Вот как раз уроки A, B, C, и еще мы посмотрим, с вами будет урок English News, они составляют ядро модуля, потому что частенько, особенно в пятом классе, когда еще не приспособлено, легче тем, гораздо легче тем. И то, я думаю, среди вас есть такие, в среди участников вебинара есть такие учителя, которые продолжают работу, которые этих детей ведут со второго класса. Труднее тем, кто берет этих детей в пятом классе. Так вот, не всегда, очень часто сборные классы, после начальной школы, новые ученики, переформирование, новые школы и так далее. Так вот, проблема перегрузки учебного материала, или того, что дети не успевают в запланированные 9 уроков модуля, составляет сложность. Но мы с вами помним сегодня об этом, это не главная цель, мы говорим, все попутно, все, что полезно работающим с пятиклассниками, это тоже аспекты возможного стресса, или наоборот, аспекты организации, которые помогают на позитив пойти, на успешность. Итак, уроки A, B, C и English and Use – это ядро модуля. Если что-то идет не так, если тормозят, как мы скажем, дети, если не получается выдать основное и добиться, не только что мы себе не выдаем, а не видим отклика и не добиваемся успешной деятельности в рамках нового уроки, мы должны сосредоточиться больше на этих уроках, а остальные давать или факультативно, или сильным, или объединять и так далее. Итак, уроки 3 и 4. Пятый урок. Калчакон – урок, который вырос, вы видите, что рядышком идет четвертый класс, он вырос из рубрики Spotlight on the English-speaking countries, on the USA, on Great Britain, on Australia. Разные были уроки. Так вот, сейчас это регулярный в каждом модуле страничка, урок Калчакона, где разные совершенно аспекты культуры стран изучаемого языка в соответствии с темой модуля, они рассматриваются и обязательно, как вы с вами говорили, с выходом на собственную культуру, с выходом на анализ, на рассуждение и на речевую деятельность на базе собственного опыта, собственного знания, собственной культуры, родной культуры. Это урок пятый. Урок шестой, соответственно, Spotlight on Russia, тоже из рубрики Spotlight on Russia, которая тоже дана в учебнике четвертого класса, в учебнике начальной школы, тоже как приложение в конце учебника. Так и здесь у нас все, Spotlight on Russia, как отдельное приложение, но по рекомендациям мы проводим урок Spotlight on Russia после урока Калчакона. И вот дальше тот урок, о котором я вам говорила. В начальной школе разные виды, разные моменты, разные рубрики обучения, диалогическая речь были, и чек-чек, и диалоги в основной части учебника, и диалоги в комиксах. Вот мы выходим в пятом, шестом, седьмом классе, страничка English and News полностью посвящена подпункциональным диалогам. Знакомство, например, предложение о совместной деятельности, или, например, как здесь заказ билетов, ну не знаю, заказ пиццы, в кафе, viewing a house здесь, вот они смотрят дом для продажи, или дом для какой-то другой, смотрят вместе дом, новый дом. Итак, все здесь нацелено на освоение клише речевых формул, которые позволяют эффективную деятельность в данной ситуации выстроить. Итак, это уже урок седьмой. За ним следует урок Across the Curriculum, но он так и значится, но он так и значится, как урок Extensive Reading, урок Extensive Reading, урок дополнительный, урок дополнительный, и если вы успеваете, хорошо, это замечательный, замечательный совершенно материал из области межпредметных связей. Мы с вами знаем, что одно из слабых мест нашего российского образования, зафиксированного, и в частности, вот занятого в тестировании, в международном тестировании эффективности школьного образования, в тестировании ПИЗа, оно не позволяет нашим детям максимально проявить себя. Это неумение интегрировать знания, полученные на уроках разных образовательных областей, вот для решения практических задач. И вот это наша попытка, в общем-то, вот сделать, ввести вот эту страничку межпредметных связей, она же способствует развитию умения, вот восприятия при помощи английского языка, вот целостной картины мира, и, с другой стороны, очень хороший, мотивирующий момент для учеников, увлеченных тем или другим предметом, когда он может о своем любимом предмете говорить, использовать для этого изучаемый иностранный язык. Итак, это урок 8, и последний урок, ну как последний урок, он не последний урок, урок 9, он как раз, можно сказать, это урок 8, потому что он будет интегрироваться с модульной страницы следующего урока, а 9 урок будет, это уже контроль, это уже не по учебнику, это уже по, если вы пользуетесь компонентом, контрольные задания, компонентом УНК, ну, а, и вы видите, что вот этот прогресс-чек, он коррелируется с страничкой Now I Know, Now I Know в начальной школе включал в себя весь вот этот тест, материал для самопроверки, самооценки, да, самокоррекции, когда проверяются коллективно задания выполненные, когда дети проверяют свою готовность к контролю, проверяют себя по разным аспектам, готовят свое продвижение, а Now I Can, вот это остается, как и в начальной школе, это местом организованной рефлексии по итогам модуля, где дети под вашим руководством анализируют, как работать с этим, нет для этого сейчас сегодня ни времени, я вас обращаю к переработанной, внятной книги для учителя, которая размещена на нашем сайте, которую можно скачать благополучно, не гнушайтесь, не полагайтесь на собственную интуицию, собственный опыт, там много таких вещей, которые позволят вам тоже время самое, которое вы тратите на урок, потратить его с большей эффективностью, так вот, рефлексия, это как раз то место, когда дети анализируют приращение своих умений, в том числе речевых умений, да, и поэтому ценность изученного материала, ценность пройденных уроков, ценность проведенных с учителем уроков, она, конечно, многократно, многократно возрастает. Вот так, в такой преемственности страниц, рубрик, дети переходят в пятый класс, поэтому презентовать им, мы опять, почему об этом сегодня говорим? Те, кто берут час только что пятый класс. Ни к чему говорить об этом, как о новом, если мы знаем, что они с этим, с этим, с этим работали. Давайте посмотрим на методический аппарат учебника. По всем видам учебной деятельности дети готовы к выполнению заданий. Безусловно, здесь будут превращения, здесь будет развитие. Но, например, list and match эти задания они выполняли в началке по аудированию, если мы будем говорить по аудированию. Что, что касается чтения, вы видите, что ответы на вопросы были в началке, были сейчас, но понятно, что расширяется, расширяется арсенал методический. Мы с вами сегодня не раз увидим на слайдах нашу рубрику study skills. Собственно, эта рубрика обеспела, как такой стоп-момент на анализе определенных видов учебных действий. Это УД, это познавательное УД. Вот, например, здесь, в пятом классе вводится и делается стоп на making notes, на умение тезиса составлять. Важнейшее совершенно умение, которое пойдет здесь не по жизни, что и вы вспомните даже свой школьный опыт. Сложнейшие тексты, скажем, по истории в старших классах, когда предпосылки, причины, следствие. Если мы умеем тезисно изложить, увязать логически в схемы, в графические, например, самое основное, making notes, это умение выделять главное. Это очень важный момент, который составляет основу такого умения или такого метапредметного умения важнейшего, как смысловое чтение. Мы сегодня об этом не будем говорить вплотную, но я говорю об этом вскользь, чтобы вы понимали, что происходят важнейшие процессы на уроке в пятом классе. Если будем говорить о форматах текста, их разнообразие, оно в частности продиктовано и возрастной особенностью, и вот в частности, например, тесты, викторины, викторины, квизы, они были уже в начальной школе, к ним мы не раз возвращаемся в пятом классе. Умение выстроить в логической последовательности части текста, оно было в начальной школе, оно есть в средней школе. Ну и вот этот слайд может быть особенно значим вот при рассказе об обучении и чтении. Я сегодня сделаю на этом акцент, потому что практика вообще семинаров регионов, практика беседы с учителями в течение уроков, а такая практика у нас достаточно богатая у членов нашего авторского коллектива, говорит о том, что по-разному далеко от предписанного, вот на далеко от предписанной его схемы строится работа с новыми текстами на практике. И я вам сейчас рассказываю, как это нужно делать. Если вы скажете, это мне давно известно, хорошо, значит, сверяем, сверяем вашу правильную практику с тем, что предписано вам. Итак, работа с новым текстом. Рубрика Reading. Посмотрите, она всего, начинается обязательно Look at the picture and the title of the article. Работа с заголовком и иллюстрацией или иллюстрацией текста. Иногда с первыми предложениями абзацев. Для чего? What is the article about? Для прогнозирования содержания текста. Это очень важно. Это умение тоже первой из составляющих обучения смысловому чтению. Итак, а с другой стороны, если ученики предполагают, если они сами строят свои прогнозы, это значит потом Listen, Read and Check. Это значит потом они во время чтения этого текста они проверяют чек свои прогнозы. То есть мотивация на прочтение она еще и внутренняя. Она теперь уже становится и внутренней к внешним моментам мотивационным. А что такое Listen, Read? А это значит, что они читают не по абзацу, не по предложению. Это значит, вы включаете аудионоситель и дети все в едином тексте с правильным предъявлением фонетическим, интонационным этого текста они читают этот текст про себя, то есть следят практически глазами, пальчиками или вы только вот управляете процессом. Но они его все воспринимают в общем темпе. Вам нет необходимости дергать их и справлять, потому что незнакомые слова это все равно ошибки, им это справление не удерживается. Вам нет необходимости привлекать их внимание то и дело, потому что кто-то отвлекся. Они все слушают, это привычка. Они все слушают и читают глазками вместе с диктором. А вот после этого вы начинаете выстраивать работу над заданиями к тексту. Но это обязательно. Введите те, кто я работаю по другому, никогда на это внимание не обращала. Вы понимаете, сколько у вас потерь. Мы с вами уже проговорили. Итак, look at the picture and the title of that article and predict. Как раз вот в этом уроке уже в пятом классе в стадии skills выносится predicting content. Вот здесь прогнозирование содержания. И уже на это вы обращаете внимание. И на этом этапе. Это на самых ранних этапах обучения в основной школе. Дальше listen, read and check. А дальше то, что требуется. Здесь, например, выбирается формат read the text again and decide if the statements are true or close. Потом, например, подключается дальше not mention. Подключаются разные совершенно на вопросы и вот я не знаю у меня здесь ну все равно обидно. Read the text aloud then explain the words involved. Вот такого задания оказывается учителя не всегда не всегда могут это задание объяснить. Зачем? Что это такое? Почему еще есть какие-то выделенные слова и почему их надо объяснять? По-разному трактуют, но я вам говорю совершенно однозначно. Это выстроено в логике, это выстроено в логике протяжении всего всей основной школы и если вы с этим работаете, ваши дети в итоге это для самостоятельной семантизации слов по контексту. Они читают все предложения, изучающие чтение предложений, пытаются по смыслу понять слово. Можете опираться на сильных, на их опыт, на их фоновое знание, можете к словарю передвигать, но это их самостоятельность и они как итог не боятся работы, не боятся незнакомых слов в тексте. Мы с вами идем дальше. В лексике, хотя время очень быстро летит, я уже понимаю, что я вряд ли все успею, но я вам все равно все до конца быстренько покажу. В лексике жалуются часто, ой, такая перегруженность лексикой. Знайте, при введении новой, вернее, тематической лексики в A и B уроках, это не новая лексика. Вы посмотрите, вот, например, в пятом классе обращаемся к теме профессии, вы посмотрите, сколько из этих слов, и даже, может быть, еще и других, было изучено в четвертом классе, было изучено в начальной школе. То есть здесь аккумулируется вся, в том числе изученная тематическая лексика. Так к этому надо подходить, так к этому нужно подходить. Таким ярким характеристикой подхода к обучению лексики, начиная с пятого класса, является и обращение к родному языку. Это развитие лингвистической компетенции, для сопоставления, для поиска параллелей. Это самостоятельно. Подсказочки по запоминанию слов. Это тоже включается в стадис детства. Аналогично в обучении грамматики, также контекстуальный подход, также наличие грамматического справочника на русском языке, и многие виды заданий, заполнения пропусков, выбора правильного варианта, они уже известны. Естественно, что дети развиваются. Уже больше терминологии в заданиях звучит, потому что мы к этому обращаемся в пятом классе. Продолжается работа над правильным чтением, но опять же, вы понимаете, что в начальной школе при обучении чтения это подход глобальное чтение, и выход на правильное чтение только уже как анализ собственного языкового опыта, но работа над осознанием этих правил чтения, она регулярно продолжается и в пятом классе, в частности в уроке English and Use. В справочных материалах, а вы знаете, что с точки зрения развития познавательных умений и коммуникативных умений, работа со самостоятельно справочными материалами занимает одно из важных мест. Но вы видите, что такое же построение, это тематический словарь, поурочный словарь, но, естественно, он уже расширенный. Естественно, мы здесь уже даже вот встали skills using wordless включается, и здесь об этом говорится, что информация из словаря уже расширенная, уже обозначены части речи, и обучение дифференциации части речи. Мы учим, если вы это опускаете, вы делаете ошибку. Пятого класса, потому что это ключ к успешной потом, к успешной работе над такими экзаменационного формата заданиями, например, лексическими, когда по слову образованию они должны сначала идентифицировать часть речи пропущенную. Во всяком случае, это позволяет сделать и систематическая работа с материалами. Дальше. Очень быстро, к сожалению. Мы с вами говорили о возрастных особенностях. Вот то, что мы учитывать должны, это обязательно. То, что ведущие деятельности теперь, общение со сверстниками, формирование оценки, самооценки характера, это свойственно этому возрасту, и развитие очень интенсивного логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу, оперирования абстрактными понятиями. Поэтому при работе с учебным материалом, способом действия, тому, что нужно делать, нужно уделять серьезное внимание. Самый верный ориентир пользоваться тем, что предписано в учебнике, потому что учебник учитывает возрастные особенности. Вот в основной школе вы видите больше групповой работы, обмен мнениями, суждениями в парах группах, да, то есть личные темы, волнующие вопросы, то, что связано с ведущим видом деятельности. Моменты мотивации, они везде, они вот в этом стартере, о котором столько разговоров. Стартер вы знаете, и тоже об этом те, кто читает книгу «Учителя», те знают, что стартер, он на выбор, он, собственно, если нет такой необходимости, если нужно детей, грубо говоря, к общему знаменателю приводить, ради Бога, опускайте, тем более в этом году есть чем заняться, мы с вами об этом еще скажем. Итак, ситуация, создание ситуации успеха, это тоже, в общем-то, очень важно на этом этапе. Новый класс или новый этап. Учитель может быть новый, даже если не новый. Создание ситуации успеха, это способ преодоления стресса. Также мы с вами говорили о мотивационной роли этих страничек межпредметных связей. О релевантности текстовых материалов. Мы, вот, например, прям буквально в первом уроке Working Together, урок такой, посвященный групповой деятельности, он действительно обусловлен интересом вот в связи с изменившимся ведущим видом деятельности. Дневник, личный дневник с выходом на собственный опыт. Форум, это то, что в интернет-пространстве дети себя чувствуют уверенно. Игры, они наличествуют, в общем, разные, лингвистические, коммуникативные, ролевые. Теперь очень кратко об универсальных учебных действиях. В этом аспекте преемственность тоже наличествует. Если мы говорили с вами, я позволила себе вернуться вот к этому слайду еще. Мы с вами говорили, мы с вами можем анализировать, есть на этот счет и статьи, есть на этот счет и вебинары. Так вот, то самое действие, то самый итог, к которому пришли выпускники начальной школы, когда 45 умений базового уровня и 34 умений по обычному уровню зафиксированные в обвоз. Они считаются сделанными, успешными. Вот вы можете почитать поподробно и по нашему ОМК, по начальной школе, статья, я обращаюсь, я думаю, что это ваш настольный журнал, очень вас сильно агитирую, очень полезно. Многие работают в медицинском объединении на основе нашего журнала и языки.ру, да, и там вы найдете и статью Надежды Ильиничной Быковой по УУД в английском фокусе в начальной школе, и замечательную статью универсальный характер, имеющего Родиса Петровича Миллорда, вот, к большому, ушедшего из жизни в этом году. Это очень полезно. И уже по средней школе вот сатормая Юлия Ильина Ваульна ей принадлежит статья «Формирование развития личностных УД» на уроках вот по нашему учебнику. И если мы даже только вот пролистаем с вами то, что касается личностных УД, здесь вы найдете материалы для развития именно только материалы и средства, мы сейчас скажем об этом, и для развития национального самосознания и толерантности интереса к другим культурам. И уважение семейных ценностей. И по признанию ценности здоровья в алиологические материалы уже в пятом классе. И прежде всего это материалы из «Вотлайтон Раша» уважение к истории и традиции своей страны. И понимание личной ответственности за будущее планеты и человечества, в частности в алиологических материалах. И ключ к этому, главный ключ к этому, это не просто тематические тексты, а вот как раз способы деятельности. Это как раз общение на основе прочитанного. Только общаясь не на уровне comprehension questions, не только когда родился, когда женился, а вот на уровне поднятия проблем, важности личной для ребенка этой проблемы, каких-то аспектов, конкретных вопросов касающихся его деятельности. Только общение вот по профессору пасху, только общение как механизм образовательного процесса обеспечивает успешность познания в целом о развитии и воспитании новодельности. То, что касается состава УМК, уже минутку просрочили, еще у меня 4 минуты есть в резервах, выделено шрифтом то, что новые компоненты в 5-м классе. Книга для чтения, грамматический тренажер, тренировочные упражнения в формате ГИА. Это те компоненты на бумажной основе. Кстати, вот хотел вам сказать, потому что такой вопрос задают. Где скачать? Где скачать аудиозаписи к рабочей тетради? Например, вы выходите на наш сайт, вот он перед вами, и открываете именно тот компонент, который вам интересует, в данном случае рабочая тетрадь, и вот здесь под черточкой дополнительные материалы, и вот написано английский язык, рабочая тетрадь, пятый класс. Это и есть аудиоматериал. Также можно скачать книгу для учителя. Итак, в рабочей тетради следует еще обратить внимание на приложения, касающиеся организации парной работы. По книгам для чтения Jack and the Beanstalk пятый класс, разработанная чудесно, по эпизодам, работают учителя по-разному. Предписывалось, там, 10 модулей у нас, 10 эпизодов. Мы подключаем в конце работы над каждым модулей проводить домашние чтения. Работают по-разному, кто-то объединяет, кто-то дает на самостоятельную работу, проводит урок домашнего чтения в конце четверти. Но вот такие яркие страницы с иллюстрациями, в которые речевая деятельность может быть выстроена. Вот такая работа, которая на before reading, while reading and after reading по каждому эпизоду выстроена. И в конце книги для учителей данный материал, это уже по местным условиям, пьеса на основе прочитана. Грамматический тренажер автора Тимофеева и часть нашего УК уже вышел в 5, 6, 7 класс, можете пользоваться. Обеспечение системы подготовки ГИА как для дифференцированного подхода, для работы с сильными, потому что уровень там осложненный, он тоже в вашем распоряжении. Кстати сказать, коллеги, если кто-то пользуется вот этим нашим компонентом в любом классе и нет ключей, а ключей нет, вы знаете, что ключей нет, они специально так сделаны, но если вам нужны ключи, они на самом-то деле есть, напишите мне, моя почта будет в конце, напишите, просто с просьбой, я просто разошлю, я так делаю на семинарах наличных, я думаю, что ничего страшного не случится, я вышлю вам по вашему запросу ключи к этому компоненту. В июне мы проводили с Надеждой Ильиничной-Быковой вот материалы, вебинары про то, как спланировать начало учебного года в этом году в связи с тем, что последние два месяца дети работали самостоятельно, онлайн-обучение было не везде, что предлагаем пятиклассникам? Практически было пропущено седьмой-восьмой модуль четвертого класса, если мы говорим про четвертый класс, остальное все можно найти в материалах вебинарах. Итак, пропущено восемь часов. Эффективнее всего, тем более наши дети в пятом классе, они по материалам четвертого класса не пишут ВТР по-английскому, русский, математика и окружающий мир. Вот такие будут пятиклассники писать в начале года ВТР по материалу четвертого класса, английский туда не включен. Ради Бога, нам все карты в руки. Вместо того же самого, вместо того, вот пропущены тем более такие важные темы, как даже грамматические, выражение будущего времени, прошедшее время и правильные глаголы, превосходные степени прилагательные. Так вот, тот самый вводный модуль, если он вам без необходимости, то вот ради Бога, как раз на эти уроки можно включить. Или за счет экономии выделения гидромодуля, за счет экономии часов на других модулях. Но эти уроки нужно пройти. Вы знаете, что в конце прошлого учебного года начал функционировать вот этот цель цифровую помощь учащимся, работающим самостоятельно. То есть мы практически, авторы учебника разработали все уроки для ученика. Где-то давали ключи, где-то разъяснение, где-то вместе выполняли. То есть вот такой материал. Эта работа, хочу вам сказать, это проект Министерства просвещения, вместе с создательством просвещения. Мы продолжаем и в этом учебном году, потому что ситуации могут быть разные, их помощь детям, работающим самостоятельно. Ну вот мы с вами благополучно вышли. Наконец, урока, наконец, нашего вебинара. Я вам желаю, нашим пятиклассникам, желаю профессионализма с вашей стороны, гуманности, понимания сложного момента. Пока вы смотрите контакты, я смотрю, я смотрю ваши. Один касается вопрос по лексике. Я вам хочу обратить вас к уже имеющимся в записи вебинарам, презентациям по лексике, потому что сейчас давать полные консультации, к сожалению, к сожалению, нет. Кто-то спрашивает про наглядные материалы по старшим классам по грамматике, схемы, таблицы. Конечно, вот таких плакатных, их нет такого материала. мы опираемся на схемы, которые даны в грамматическом справочнике. Если вам нужны для дисплея, для более крупного, ну, привлеките технические возможности, можно их распечатать. Вот, пожалуй, все, коллеги. Я вас благодарю, благодарю вас за внимание, благодарю вас за внимание, и до следующих встреч, до следующих встреч. И я очень буду рада, если есть какой-то запрос на тематику вебинаров, просвещение на мой личный адрес. Я не забыла про обещание, поэтому я сегодня до конца дня подожду ваших запросов, и сегодня вечерком сяду и вышлю вам ключи. Желаю вам успехов и всем нам здоровья, здоровья и...